Чуть больше суток отделяет нас от начала Великопостного поприща и вот в эту субботу последнюю перед Великим Бостом Церковь вспоминает всех святых отцев подвиги просиявших А в качестве евангельского чтения предлагает нам конец Нагорной проповеди Спасителя И помните, да, Нагорную проповедь она начинается с девяти кратких тезисов Забоведей Блаженств в кризисах о том, какова должна быть духовная жизнь христианина и заканчивается она не менее значимой для нас вещью а именно текстом молитвы Бочи Наш Помните, да, в конце Нагорной проповеди Спасителя говорит ученикам, что имите, что во многоблаговании своем будете услышаны, как язычники а молитесь вот так И, собственно говоря, приводит тот текст, который мы все с вами знаем И, конечно, Отче Наш, особенно в Устав Спасителя там, в Нагорной проповеди и в Евангелии это не просто молитва, как образец именно молитвы, текст но это еще и некий образец, прежде всего, духовного устроения с которым мы должны читать и не только это, но и другие православные и христианские молитвы и вообще строить свою духовную жизнь И вот в этом смысле Отче Наш, как вот образец духовного состояния, он поистине бездонен Чтобы его, так сказать, полностью рассмотреть это, может быть, целый год нужно лекции читать да, и несколько томов можно писать по этому поводу И мне хотелось сегодня остановиться только на одном аспекте который очень часто пропускается нами, современными христианами а именно на том, что молитва читается как бы не от первого лица мы говорим мы, Отче Наш да, и дальше, да остави нам духовку Наши как мы оставляем духовку Нашим здесь нет нигде вот такого вот я, индивидуальности может быть, это было понятно и органично вот человек первого века, современником Христа но вот нам, длительным двадцать первого века абсолютно вот так уже индивидуализировавшимся, атомизировавшимся об этом можно говорить сугубо потому что, собственно говоря, духовная жизнь человека она начинается с того, что человек понимает самая главная наша цель, задача это спасение души но это только первый шаг а вот второй шаг когда мы понимаем, что эта цель, она не индивидуальная она коллективная и спастись вот самому одному одиночку невозможно спастись может только церковь и только будучи членами церкви мы можем спастись это как корабль в огромном бушующем океане один человек не может там в принципе выйти даже если он будет очень хорошо плавать но спастись может только вся команда или погибнет вся команда и вот в этом смысле очень важный переход это сознание своего места в этом мире своего образа молитвы, обращения к Богу очень часто современный человек приходит в храм и собственно говоря творит здесь то, что можно назвать магией он ставит для себя какие-то личные цели и считающий церковь это то, что может ему помочь это получить неважно какая личная цель строить свою жизнь научить мужа, чтобы он не пил экзамен сдать пришел, поставил свечку сработало но ведь это же магия это просто некое оккультное действие призванное помочь человеку осуществить его единичную цель а вот когда мы говорим мы тогда вот уже понимаешь, что мы живем в более таком широком контексте и на самом деле мы участники больших процессов процессов промысла Божия и здесь вот Бог не может действовать за нас против кого-то как очень часто мы хотим, чтобы он другого получил а мы соответственно были подняты либо мы говорим я и тогда мы остаемся на уровне магии уровне такого индивидуализма а один человек он только подвинуть может либо мы осознаем, что мы все в одной большой горке мы все члены церкви и Бог спасает Бога, когда мы это понимаем и тогда совершенно по-другому мы строим не только наши молитвы к Богу а вообще всю нашу жизнь мы молимся не за себя а за всех и собственно говоря осознаем, что всех нас Господь ведет одинаково не важно член церкви, чек или не член церкви все равно Бог его берет себя на службу правильным или неправильным и вот думая таким образом мы действительно уже приближаемся к тому великому поистине образу духовной жизни духовного состояния, которое дает нам сам Христос в своей Нагорной проповеди еще раз напоминаю, что именно вот этими словами, этими евангельскими чтениями церкви напутствует во всех нас вступающих в окрыще Великого Коста завтра прощенное воскресенье все это знают вечером в 17 часов чин прощения в нашем храме и во всех других храмах так что приходите они все вместе и т.е.